Я не думала сегодня говорить. Я не думала, у меня хватит силы. Но, во-первых, я хотела вас всех поблагодарить. Мы чувствуем Божью любовь. Мы чувствуем так Божью любовь. Мы чувствуем ваши молитвы. И мы за это очень благодарим. Я никогда не думала, что я такое проживу. Но, когда слышали пророчества, что в последнее время будут гробы, будут умирать, никогда не думаешь, что это у меня случится, это будет со мной. Никогда не будет. Когда я Мишу нашла, я не могла поверить. Это был как будто сон. Пару дней сон. И сейчас очень тяжело бывает. Но я не могу даже удивляться, как Бог дает силы. Как Бог утешает. Как Бог помогает. Сколько людей в этом пришли к нам, помогли, поддержали. Это для нас было большое свидетельство. И я очень благодарна Богу и всем вам. Я могу долго говорить за Мишу. Бог дал нам прекрасных 16 лет с ним. И знаете, если Бог мне сказал, я тебе даю только его на 5 лет, на 6 лет. Потом я тебе его заберу, и будет больно. Я бы все равно взяла это время с ним. Потому что наши 16 лет, мы столько от него. И с ним он нам столько радости принес, столько любви. Его сердце было полной любовью. Он сильно любил свою бабушку. Он сильно любил свою маму. Он был чувствительный человек. Очень умный. Очень способный. Но знаете, я видела последние пару лет, как он стал подростком. И как у него в душе, он в душе искал Бога. Он сам не знал, что он искал. Он достиг многого. Он школу раньше закончил. У него всякие плакаты. Что он most likely to succeed. Что у него оценки хорошие. Что у него деньги есть, машины. Все. Он все достиг. Но все равно у него в душе была пустота. Все равно он в душе искал Бога. И хоть он хотел, хоть он не хотел это показывать, я это видела. Я за него сильно молилась. И в октябре было пророчество и мне, и Мише. И это меня поддерживало много месяцев, потому что я это взяла для себя и верила. И мне было многое сказано. И было сказано, что будет крутой поворот. И что душа будет благодарить Бога за его милость. И что Бог слышит молитвы, и труд не напрасен. И я за это держалась. И я за него дальше молилась. А Мише было сказано, что Бог слышит зов души. Что Бог не оставил. Что здесь, что душа просит, чтобы. Бог разрушил дьявола замыслы до основания. За него душу боролось. Две стороны. Но я верила, что Бог это все видел. И все знал. И когда я, Мише, читала это пророчество, мы с ним обои плакали. Подержи, пожалуйста. Когда посмотришь на подростка такого возраста, ты не подумаешь, что там чувствительная душа. Они не часто это показывают. И Миша сильно много не показывал. И не сильно много даже улыбался. Он очень был спокойный, тихий. Но я видела. Я видела, что его душа искала Бога. И я верю всем сердцем. Что Бог его любит. И что Бог все знает и все видел. И что Бог его знал. Я также забыла сказать, что и мне, и ему Бог сказал. Спасибо тебе большое. Что это Бог нас приближает к нему. И для его смерти, его жизнь имеет purpose. И я хочу, чтобы это было свидетельство для всех. Для всех молодых. Для всех. Среднее возрасте. Для всех. Для всех нас. Я видела, что Мише тяжело на душе. И я поняла, что ему надо любовь. И я старалась со всех сил за него политься и любить его. Даже когда он не смотрел все, что он хочет, чтобы я его обнимала. Я его обнимала. Я его гладила по голове. Я ему говорила любимые слова. Потому что каждое сердце, независимо от возраста, хочет любви. Мы все иногда реагируем неправильно, потому что мы хотим любви. Я хочу, чтобы Миша на смерть нам всем это напомнила. Что мы не гарантированы завтра. Завтра не гарантированы. Нам даже сегодня до конца дня не гарантированы. Любите своих. Обнимайте. Дарите улыбку. Помогайте вокруг. Я обратно хочу большое спасибо всем сказать. Мы только по вашим молитвам и Божьей милости можем даже сидеть тут присутствовать. Мы Божью любовь так почувствовали из-за вас, и что вы открыли ваше сердце к нам. Бог служит в самый день, как Миша ушел. Сказал, что это Божья воля. Что этого блага не мы уразумеем позже. И мы за это держимся. И верим ему. Если не Бог, никто без нас даже тут и не был. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...